добрый вечер всем кто с нами спасибо вам большое у нас сегодня артисток и правда случилась как техническая небольшая неполадка и я не уверена что меня было слышно еще раз на всякий случай добрый вечер сегодня на биостанции артисток дарьи правды она наша резидентка и приезжала к нам на биостанцию институт физиологии павлова для консультации и для работы в лаборатории физиологии зрения и в лаборатории сенсорных систем приматов а дарья художница которая выстраивает очень сложные и хорошо детально продуманные вымышленные такие миры сочетающие в себе и визуальные и литературные средства и сейчас для простите я не знаю в какой момент меня выбросила ну я думаю что я успела все таки представить и уже придать возможность говорить спасибо большое ольга и спасибо большое лаборатории биостанция за возможность работать с сотрудниками института павлова для меня это очень важный момент и надеюсь он надо свои результаты плоды я смогу создать проект которым буду гордиться буду в общем с вашей помощью получится что-то интересное и здравствуйте зрители спасибо я бы хотела рассказать вам о своих предыдущих проектах сначала чтобы как-то очертить общую канву и спас свои интересы свои концептуальные и хотела бы начать рассказ с проекта шара веры я показывала его в 2016 году на московской бенале молодого искусства была инсталляция проект основан на вымышленные истории об обществе радиус которые прозвали шара веры секты шара веров после уже на раскрытие деятельности общества основательницы секты была вера павлова рабочая кронштадтского субремонтного завода однажды когда вера шла на работу она увидела непонятное для нее явление огромную полу сферу находящуюся вот среди корпусов завода когда она подошла ближе она увидела небольшой шар лежащий в траве вот вы видите фотография это фотография из архива шара веров найденного архива собственно по которому потом и была восстановлена история шара веров и можно что-то сказать уже рассказать и показать даже об их деятельности и собственно обучение шара веров и когда вера увидела эту маленькую сферу лежащую на траве с ней произошел такой момент можно сказать инициации она в этой сфере увидела символ единства ей открылось знание которое она развивала и передавала остальным на членам секты основной практиков шара веров было развитие сферического восприятия которое лежит в основе сознания также они выделяли фокусирующие восприятия которые опционально можно им пользоваться а можно не пользоваться и соответственно с учением шара веров фокусить фокусирующее восприятие это такой эквивалент мыслительного процесса и именно наличие вот этой опции фокусирующего восприятия наравне одновременно со сферическим порождает дуальность чтобы развивать способность сферического восприятия чтобы концентрировать внимание определенным образом вера павлова разработала специальную психотехнику концентрации внимание которые занимались все члены общества радиус также они рисовали специальные сферические рисунки и уши роверов или членов общества радиус был специальный прибор широскоп он надевался на голову неофитом я потом покажу в презентации для того чтобы они могли как-то познакомиться примерно что такое сферическое восприятие но к сожалению после раскрытия деятельности членов общества их обозначили как секту и все они в общем-то исчезли без следа остался только их архив простите минутку вот здесь мы видим вид инсталляции которая была на треугольной манифактуре в москве на выставке escape по моему это реконструкция комнаты в квартире веры павловой вот главы общества радиус здесь мы видим такой алтарь и созданный из трюмо трильяжа советского там стоит вот шар можно потом будет его увидеть как символ и разнообразные мы видим сферические рисунки и широскоп такой полусветящийся объект это широскоп это такая иллюстрация сферического восприятия которая была создана верой павловой вот здесь очень хорошо показана наглядная такая схема по которой члены общества могли как-то сориентироваться что собой представляет учение веры павловой вот мы видим я надеюсь видно как то что вот это вот область над головой персонажа этого рисунка розовая такая я не знаю мышка может быть мышкой мне до мышку будет вот эта область она представляет собой как раз сферическое восприятие и вот это небольшая такая линза не как какой-то оптический подобие оптического прибора вот тут сферическая до стрелочкой вот это фокусирующее восприятие она вот как раз обладает тоже оптическим параметрами который формирует конечно же сигнал определенным образом поступающий то есть и картину мира слева мы видим дуальные порождения фокусирующего восприятия и вот такие вот целостные формы сферическое восприятие почему дуальность потому что сферическое восприятие она никуда не уходит но она находится на периферии внимания то есть фокусирующие восприятие просто перетягивает все внимание и поскольку остается вот еще некий план да тут появляется такая вот дуальность восприятие мира вот вера создавала такие подобные коллажи используя журналы наука и жизнь здесь вот видим там каких-то журнал по рукоделию еще какие-то дать журналы моды возможно вот используем того времени это конец 60-х но в основном конечно очень серьезное влияние на ее мировоззрение оказывали журналы наука и жизнь и может быть даже под их воздействием как-то вера разрабатывала вот ее идеи они сформировались под воздействием той информации которую она получала за те журналы здесь вот мы видим широскоп действие он на голове и он внутри внутри широскоп усеян множество маленьких зеркал и когда неофит одевает широскоп на голову это видит очень много глаз собственных своих глаз у него появляется не два глаза огромное количество глаз и здесь конечно глаз и вообще зрение как орган восприятия он наверное работает как в целом такой аппарат восприятия вот оптическая какая-то оптический аппарат который трансформирует воспринимаемое тоже накладывать отпечаток на воспринимаемое воспринимаемый сигнал и вот этих глаз их очень много нет какого-то определенного фокуса как у нас став по процессе зрительного восприятия возникает а такая вот не то чтобы расфокусировка просто форма это тоже в каком-то смысле фокусировки она меняется и конечно появляется человек который надевает этот прибор на голову некое ощущение сферы ощущение сферы конечно было таким это это с одной стороны центральный элемент практики именно психофизическое ощущение действительно как будто вокруг головы появляется сфер нечто сферическое уже даже на физическом уровне вот здесь сферический рисунок снизу наверху это символ возможно мироустройство или скорее всего это чтобы мироустройство устройство я и может быть устройство психики человеческой вот это просто такой круг с точкой и конечно такая формула общество радиус дело в том что вы представляете как обозначается радиус радиус обозначается буквой r вот там небольшие такие сферы с указанным с пометкой радиус и с одной стороны я равно радиус это опять таки о том как вот такая попытка картографировать психическое пространство как-то его визуализировать представить в виде какой-то осязаемой визуальной формы и эта сфера да с неким радиусом радиус вот он равен я это одна трактовка этой шароверской формулы вторая трактовка конечно что вот это вообще пространство психического измерения есть некая зеркальность потом практически в каждой работе присутствует вот эта тем тема зеркала и по-разному она раскрывается возможно даже стоит они просто сказать позже более подробно здесь вот или начало в такой формуле как-то уже появляется вот здесь это стол который это реконструкция стала в комнате веры за которым в общем-то шароверы получали свои какие первые представления деятельности общества на нем лежит подробная инструкция к практике сферического восприятия поскольку это техотехника которая в принципе является центральным элементом центральным таким материальным объектом этого проекта на ней наверное очень позже остановлюсь вот сейчас эта картинка она как-то рассказывает о о том как наверное воспринимающая способна влиять на воспринимаемое то есть как наш аппарат сознания аппарат нашего восприятия к психические процессы как они сильно влияют на поступающий сигнал и вот тут вера на эту тему выбрала какие-то картинки из журнала наука и жизнь здесь снимок с большой высоты да и мы видим что он закруглен и это конечно же эффект оптики ну мы знаем там рыбик глаз допустим или просто с большой высоты есть вот такой вот закругление как будто бы здесь есть какая-то корреляция между тем что объекты мира в котором мы живем до очень серьезные какие-то такие кирпичики мироздания нашего они имеют круглую форму например вот земля круглая форма планет на и также когда схематично показывают атом и то есть он состоит электроны протоны все они например имеют тоже круглую форму это и макро и микро формы они как-то изображаются в материальном пространстве и представляются нами в виде таких шаров кругов различных также очень часто пространство психического представляют тоже видео кругов как например у карла юнга были такие схемы психического и вот здесь изображена женщина которая надевает такую полукруглую линзу вот как некий такой символ определенной призмы до которая существует в нашем сознании также в проекте из архива веры у нас экспонировался альбом шароверов где изображены различные ритуалы собственно сами шароверы также вера павлова вот можем их видеть вера у проходной завода вера с шаром какие-то ритуалы и вот ритуал обретение сферы он уже носит такой не то чтобы это это не связано с психотехника это больше уже может быть от каких-то традиций уже более такая религиозная или это вот объединение что-то такое с совместное объединение с помощью сферы да и вот опять мы видим стол и символ шара веров это вот такой вот шар тут ведь как-то все сделано верой как-то это все было сделано из подручных средств как оказалось какие-то вот символичные такие формы вот использованы бытовые предметы и нужно наверное сказать про саму психотехнику сферического восприятия это была техника концентрации внимания где практикующие проходил несколько стадий концентрации также на различных частях даже внимание концентрировалась в разных частях и головы и физического тела и также возникали такие психо формы как . лучи выходящие из этой точки и вот мы знаем что описание сферы это прямые одинаковые длины бесконечное количество до выходящие точки они образуют сферу и вот вот эти вот прямые они действительно образовывали сферу это не то чтобы была такая психотехника процесс который нужно было визуализировать вот этот процесс точку и лучи превращающийся в сферу предположительно вера умела каким-то образом просто вот передавать эту информацию членам общества каким-то образом и все это не было визуализация было прям вот как бы естественно происходящими событиями внутренним вот наверное все по поводу истории что можно тут сказать да вот в этом проекте впервые появляется психотехника техника концентрации внимания и в дальнейшем в каждом моем проекте практически особенно вот такие большие проекты которые связаны с вымышленными историями у них во всех появляется психотехника она трансформируется со временем и эта психотехника в общем то которой я занимаюсь уже на протяжении многих лет она больше всего похоже на випассану буддийскую психотехнику традиции тхировада если кто-то вот с незнакомым может представить в принципе это на первом этапе это работа с процессом мышления и попытка его остановки вот и в дальнейшем мы можем видеть как она трансформируется со временем и для меня и как-то будет трансформируется в проектах и в принципе работа с этой психотехникой рефлексия на свой опыт медитативный в каждом проекте происходит для меня очень важно что еще могу сказать по поводу этого проекта наверное тоже как я уже говорила про воспринимаемое и воспринимающие проект корреляцию это тоже такой сквозной мотив моих работ такая банальная мысль о том что реальность не дается как данность а представляет собой такой союз воспринимаемого и воспринимающего также здесь в этом проекте начинается работа по изучению различных способов визуализации психических процессов поскольку вот появляется сфера тоже шар . как некие попытки как-то картографировать я и психическое пространство если есть какие-то вопросы у вас по этому проекту то может быть стоит вот сейчас задать пока вопросов ни от кого не поступает так извините я просто хочу проверить у нас все вообще хорошо происходит я вдруг задумалась потому что нет сейчас никакого отклика на мою фразу и видят да что происходит это все как-то все в порядке да да даже все в порядке просто нет вопросов да ясно хорошо извините да можно и тогда я продолжу следующий проект он не включает себя никакой нарратив нет вот такой вот истории разработанного мира это проект который в общем-то предшествует уже более таком серьезному проекту электрическое тело этот проект называется видимым они видимым он экспонировался в музее сновидений фрейда в 2018 году вот это зал музей сновидений это была такая небольшая интервенция в зал в витринах вот этих витринах экспонировались моей работы кирлянография вот а у белого экрана стояли две катушки тесла вот здесь показано да как работы были монтированы вот в это общее какое-то бессознательное которое представляют витрины зала и как я уже сказала это кирлянография расскажу наверно как технически это делается вот это небольшие такие карточки это кассета полароидная которая вставляется вот в эту серую коробку который вы видите на экране потом вот эта туба ибонитовая в ней находится собственно соленоид к катушка индуктивности подается электрический ток вот в эту серую коробочку ток высокой частоты рукав разворачивается он завернут чтобы не попал свет на полароидную кассету поскольку будет засветка вот в этот рукав можно ставить руку и в момент подачи тока вот что-то вы видите пальцами такое нарисовать скажем это такая тоже рисование вслепую момент подачи тока на саму пластину кирлянография была изобретена где-то по моему в двадцатых в тридцатых годах 20 века русским врачом-физиологом но даже не был врачом как таковым ну в общем все же его называют врачом-физиологом и первоначально заметили вот этот эффект и хотели даже его использовать как-то при диагностике различных заболеваний и с этим связано много спекулятивных моментов интерпретации вот этой ну как назвать ее технологии впоследствии она перешла в такой совсем спекулятивное поле и начала интерпретироваться как такое снятие ауры на самом деле конечно не практически невозможно никакого достоверного эксперимента провести с помощью подобных аппаратов потому что все зависит просто от влажности объекта или от влажности пальцев до человека который создает вот эту тирлианограмму нельзя сказать свечение как она связана например самочувствием испытуемого поскольку если я не знаю намочить палец просто в воде это будет очень много вот этих маленьких разрядов отпечатано если это будет сухой палец другая история если это просто будет там какой-то палец от волнения намокшие тоже в общем третья история поэтому конечно это осталось такой вот забавная история вообще это называется коронный барьерный разряд в газе газ воздух имеется виду просто подается ток и вот происходит некое такое соприкосновение испытуемого и вот электрического тока высокой частоты и в этом проекте впервые появляется вот образ тароида и соответственно электрического тела как мы можем представить что это отпечаток некого контура определенного можно его условно назвать электрическое тело то есть невидимого некого контура который мы можем вот даже как-то визуализировать объективировать с помощью как аппараты почему тароид и электричество связаны здесь конечно вот больше кириллионографии так они выглядят тароид и электричество в следующем проекте тоже все это в общем то будет подробнее об этом сейчас хочу сказать что силовые линии электромагнитного поля они имеют форму тора и например вот катушка тесла здесь два контура два поля один из них это вот оранжевый такой это проволока намотана и второе серый вот этот вот контур терроидальный при их в общем-то взаимодействие возникает просто усиливается мощности возникает вот тоже только высокой частоты здесь как мы видим разряд номер и всем известная всем известный трансформатор тесла но как-то в этом проекте немножко тоже символически какие-то концепции объективирует до электрическое тело и силовые линии электромагнитного поля вот в виде тароид здесь важно еще важный момент интересный тоже в изучении некой картографии психического пространства его визуализации я столкнулась например с тем что у лакана вы знаете наверное что он пытался с помощью топологии раздела математики объяснить и не пытался а смог объяснить какие-то психические процессы и например у его есть тоже тор появляется его исследованиях и для него тор это с точки зрения топологии тоже ему подходит у тора периферическая и внешние поверхности являются частью одного и того же пространство континуума и таким образом он объективирует внешние и внутренние и тоже показывает определенные особенности субъекта определенные особенности человеческой психики тут тоже вот некий появляется контур до тор который внешние и внутренние днем является одним пространством и тоже очень эта история сопоставима с тем что я сказала говорила по поводу предыдущего проекта что конечно же во внешней среде в том как мы представляем себе внешние объекты например как устроен наш мир допустим что земля круглая да возможно это отпечаток тоже каких-то внутренних настроек нашего восприятия ну и в торе очень интересно что в общем он пустой внутри и тоже мне понравился этот момент потому что он конечно сопоставим с восточными учениями в том числе с буддизмом о некой пустотности я вот и о том что вот вокруг этой пустотности есть такое вот социальное я и личность я как таковой различные контуры такие тела на нашего психического пространства вот и пожалуй пожалуй все наверное проект проект то есть вот это такие отпечатки грубо говоря электрического тела мы были тут представлены если есть опять таки вопросы какие-то по этому проекту то можно сейчас задать хорошо видим нет вопросов поэтому следующий проект последний но и реализованный проект он называется электрическое тело тоже очень много идей из предыдущего проекта вот в этом проекте развиты развиваются каким-то образом я показывал его в 2021 году гаражи москве он рассказывает об обществе торус которая существовала в петербурге в конце 19 века и его основательницы елизаветы дмитриевны прибытковой которая была известным медиумом конечно я скажу сразу что это вымышленная история но елизавета прибыткова была реальным персонажем это действительно она сильно была петербургским медиумом и она как-то вот своим появлением ее фигура в этом проекте она означает обозначивает какую-то такую область вообще от спиритического движения которое существовало на петербурге в конце 19 века например вот ее муж виктор иванович прибытков он выпускал журнал ребус известный довольно где как раз пытались исследовать эти явления спиритизма на разных уровнях конечно понятно что были спекулятивные моменты в этом движении даже можно сказать но были вполне такие искренние попытки исследования этой истории спиритизма и в том числе пытались исследовать спиритизм с помощью фотографии вот и мы видим вот на этой картинке внизу это вот спиритическая фотография где елизавета дмитриевна изображена с духом своего учителя вот это что касается реального персонажа еще возможно я к нему вернусь скоро но могу дальше рассказать в истории шароверов однажды елизавета дмитриевна во время спиритического сеанса встретилась с духом таинственного учителя который сообщил ей о некой психотехнике которая называлась обретение электрического тела он сообщил ей метод и в общем то этот метод был направлен тоже на развитие сознания спиритическое электрическое тело достигалось с помощью особого способа концентрации внимания результатом считалось осознание собственного электромагнитного поля и умение ощущать его силовые линии форме тороида член организации обретший электрическое тело мог посредством незамкнутых силовых линий и волнового резонанса связаться с магнитным полем земли затем солнца галактики и вселенной то есть принципе можно было посредством обретения электрического тела можно было вступить в коммуникацию с другим агентом электромагнитной природы далее то наставление таинственного учителя при бытковой в 1896 году общество торус отправилась на один из островов земли франции и осифа место где не замкнутые силовые линии магнитосферы сквозь место где сквозь не замкнутые линии магнитосферы вот современности их называют каспы шипы то есть они представляются двух разных визуализациях это либо дыры либо вот такие вот не замкнутые линии действительно шипы сквозь которые на землю проникает солнечный ветер это это поток ионов но они оседают выше в верхних слоях атмосферы и в общем-то атмосфера в нашем то сфере земли она экранирует нас от солнечного ветра от этих частиц иначе бы в общем у нас бы не было конечно такого микроклимата в котором мы живем так вот в этих местах где проникает все-таки солнечный ветер в магнитосферу возникает северное сияние туда и отправилось общество торус для того чтобы вступить в контакт с солнцем и к сожалению больше о них ничего не известно все членами общества бесследно исчезли вот это тоже спиритическая фотография и это даже фотография трансцендентальная этот термин он действительно существовал конце 19 века его автор алексей оксаков он написал книгу анимизм и спиритизм вот и очень подробно и очень искренне в общем-то пытался как-то вот эту новую совершенно для людей того времени использовать технологии фотографии для того чтобы зафиксировать невидимые человеческому глазу какие-то процессы тут тоже интересный момент что конец 19 века почему я обратилась к этому времени в проекте потому что как мне кажется это был такой слом информации когда религиозное сознание замещалось вот естественно научной картиной мира и еще многие технологии они воспринимались как некое волшебство вот например когда фотография не была еще изучена и была новостью такое видите кто-то наделся на какие-то невероятные в общем свойства этой технологии и здесь мы видим вот такую вот транспортальную фотографию на которой на этих фото фото пластинах отпечаталась собственно вот такая стадии показаны этапы техники обретения электрического тела поскольку конечно речь идет не о теле как таковом а каком-то определенном контуре сознания наше психическое пространство то вот это электрическое тело оно как бы формируется вокруг головы опять мы видим тароид силовые линии вернее вот это электромонадного поля который является электрическим телом вот здесь я тоже решила вам сегодня показать спиритическую и трансцензентальную фотографию в общем-то как-то на которой навеяла вот предыдущие работы вот так вот выглядели снимки вот по диагонали они расположены у меня вот спиритическая фотография это когда дух вашего умершего родственника появлялся с вами на фотографии то есть как будто бы дух присутствовал да и фотографический аппарат он вот мог его зафиксировать а вот те фотографии которые разделены на такие мелкие это как раз фотографии из книги анимизм и спиритизм в россии аксакова делать некие присутствуют формы которые в общем-то вот трактовались как то же присутствие духов во время сеанса это были специальные попытка была экспериментов каких-то ну не знаю это наверное засветка и так далее тут мы видим что в первом случае это мультиэкспозиция но это намеренно спокулятивные такие истории были даже каких-то фотографов вот спиритической фотографии их там сажали в тюрьму высылали из городов потом приложили когда разоблачали как шарлатанов а вот эти более маленькие фотографии с такими абстрактными формами это уже тут в общем не было какой-то спекуляции а вот может быть из-за артефактов какой-то фотографии казалось что присутствие какой-то потусторонней силы да вот и тоже как-то извините рефлексия присутствует на вот это на спиритическую фотографию в этом проекте ну что же вот это вид инсталляции в гараже и это опять-таки ритуальный зал где собиралось общество торус вот эта свеча свеча с историей это не на полу круг как обычно думают это стол с северным сиянием как вы понимаете северное сияние но тоже участник проекта вот поэтому она тут присутствует и это ритуальный зал встречи общество торус реконструкция здесь конечно живут катушка тесла как объект некий который был и символом для общества торус и тоже таким прибором с помощью которой могла даже быть как-то измерено что ли сила электрического тела у адепта потому что вот конкретно при взаимодействии с этими с ними можно взаимодействовать вот конкретно с этими трансформаторами и в общем то и степень взаимодействия она говорила тоже о том насколько сильна концентрация адепта и его электрическое тело вот тоже еще один вид инсталляции также в этой инсталляции была зеркальная комната она находилась напротив другого зеркала плоского вот одно в одно зеркало это как будто бы мы могли войти в это зеркало внутрь так второе зеркало было обычным зеркало носящий на стене с другой стороны такое же зеркало но мы попадаем как бы за зеркали во внутреннее пространство этого зеркала и вот была такая зеркальная комната где со всех сторон нужно было себя увидеть сверху снизу и тут конечно опять появляется мотив зеркала как такой вектор самопознание то есть когда мы смотрим зеркало мы хотим видеть себя но видим отражение себя вот да здесь конечно они себя но об этом чуть позже а здесь вот эта картинка она хорошо иллюстрирует как бы тоже некую такую модель психического как одно зеркало направлены друг на друга и образуется зеркальный коридор бесконечный то есть нет границы от которой на самом деле можно отразиться одно зеркало отражает другое и вот эта картинка это ее создатель елизавета дмитриевна она тоже вот сделала много разных графических каких-то работ вот которые иллюстрировали ее представление о мире вот одна из таких картинок который рассказывает как-то объективирует психическое пространство как ты вот уже картографирует представляет это вот эта работа кто я и здесь как раз я это называю рефлексивной петлей понимание тоже рефлексивной петли очень важно для понимания психотехник связаны со связанных с остановкой мышления и это можно как-то метафорически представить в виде того когда человек смотрит на себя в зеркало когда мы смотрим зеркало то мы хотим увидеть себя но мы видим отражение и тогда появляется вопрос значит это отражение не я а я тот кто смотрит а кто же я я не отражение и тогда внимание переходит на того кто только что задавал этот вопрос кто был кто как бы смотрит и получается что это бесконечная такая зацикленная история что все время ты не находишь сам себя потому что кто-то задает этот вопрос кто-то находит себя сам же ты самый ты же самый так далее и получается такая вот рефлексия постоянно порождает в общем саму себя попытки как бы найти себя в психотехниках которых вот я как раз рассказываю в своих проектах попытка остановки мышления она конечно сопряжена с тем что даже если на какое-то время на на первых стадиях этих практик удается остановить потому что не то возникает мысль что все вот и вот его нет и конечно это опять запускает это же мысль да это запускает опять же целую череду вот это бесконечно зеркальный коридор вот из которого выход находится совершенно способом непонятным но способом долгой тренировки происходит какой-то скачок когда через какое-то время вот эти мыслительные формы они как-то стихают и вообще трансформируется становится на себя не похоже а потом в общем совсем затихают и вот момент их момент выхода из рефлексивной петли вот для меня в общем загадка вот как это происходит я не могу пока как-то понять видимо потому что вот пометильный аппарат говорят к этому не приспособлены опять виды вид инсталляции вот здесь как раз мы видим на нижней картинке вот такие лайтбоксы со спиритической фотографии вот и иллюстрации мировоззрения елизаветы дмитриевны членов общества торус вот такие вот графические работы они тоже сделано с использованием таких картинок из популярной науки того времени вот иллюстрирует вот верхняя картинка иллюстрирует как раз солнечный ветер монтасферу нижняя картинка такая иллюстрация того что и земля и человеческие человеческое сознание возможно и вот солнце там наверху они все имеют форму от ароида то что мы знаем что в земле есть монтасфера возможно какие-то электромагнитные поля в человеке присутствуют ну и конечно солнце тоже состоит из множества таких полей вот эта картинка тоже прямо иллюстрация северного сияния немножко трансформированная вот там мы видим как раз общество торус которая соединяется в этот момент с солнечным ветром исчезает а вот визуализация процесса который происходит во время психотехники обретения электрического тела не знаю как если описывать это все вот словами в общем все довольно странно прозвучит но это такие психофизические пространственные какие-то формы которые прямо ощущаются физически они имеют еще какие-то вот очертания абстрактные такие как точка или просто плоскость из точки появляется некая прямая перпендикулярной плоскости потом она сгибается становится кругом потом кругов появляется много они начинают вращаться образует тор с пустотной внутри и как бы тор каким-то образом взрывается и все возвращается обратно и также это классическая схема электромагнитного поля и внутри вот например катушка индукции тот же самый тароид он построен тоже поэтому не тароид простите катушка тесла и катушка тесла она в общем построена по этому же принципу как вот это вот схема который риски по иллюстрирует этапу психотехники ну что же вот теперь новый проект сейчас извините девочка не нужна остановка потому что я как-то не надо быть и себя вот теперь хочу рассказать о проекте соленейда над которым я как раз работаю на базе лаборатории технологического искусства биостанция сотрудничестве с учеными института физиологии павлова в частности лаборатории физиологии зрения мы только начали работу поэтому пока могу рассказать в целом о проекте и даже целиком его как-то концепцию описать но вот постараюсь сообщить уже наработки на сегодняшний момент в основе проекта тоже лежит вымышленная история но на этот раз она не в прошлом находится видимо настоящим возможно даже в будущем и это история о солене эйдес конечно это псевдоним и потому что почему такой странный псевдоним соленей досыта создательница психотехники опять-таки соленей да тоже практики развития сознания техника была разработана на базе по диской медитации и пасана традиции тхировада и возможно это трансформируется в дальнейшего что-то иное но я все-таки вот здесь тоже взяла финал скажем на предыдущий психотехник который я вам описала про электрическое тело да и вот следующий этап его это некая такая вспышка вот соленей да это это техника которая концентрируется на следующем этапе после тороида вот тут у меня описано что героиня истории долгое время практиковал випассану заметила что психофизические ощущения абстрактные образы возникающие во время медитации имеет сходное очертание с физическими процессами существующими во внешнем мире например солена связывалась особое состояние которое сопровождалось визуализации тороида с осознанием своего электромагнитного поля поскольку силовые линии электромагнитного поля имеет форму тороида однажды во время практики героиня обнаружила качественное изменение восприятия момент перехода проявлялся подобием скачка или вспышки за которым следовало ощущение ширине пространства остановка процесса мышления на основе полученного опыта солена сформировала психотехнику соленоида название новой медитативной практики как и псевдоним героини сложились из двух слов солена труба канал эйда с подобным и собственно та же этимология она присутствует в слове соленоид соленоид это катушка индуктивности формы спирали канал по которым протекает электрический ток создавая магнитное поле спираль как символ развития была основой системы разработанной соленой графических знаков которые тоже обозначали психофизическое состояние во время практики и вот мы видим такую картинку вот она классическая картинка изображающая соленоид и протекающий по нему ток и тут тоже некая такая возникает какой-то взят такой из естественно научный такой материальных в каком-то смысле символизм он трактует психические процессы вот и в этом проекте важно тоже еще вопрос коммуникации да тоже каким-то образом его затрагивают предыдущем проекте это была коммуникация с агентами другими формами электромагнитной природы а здесь возможно мне хотелось бы дальнейшем все таки перейти коммуникации в определенных измененных состояниях каким-то образом настраивать с помощью определенного нейроинтерфейса у нескольких людей может быть даже у группы людей скорее всего это два человека будут которые могли бы сонастраивать свое состояние с помощью технических приборов для этого сейчас мы используем энцефалограф как основной такой прибор который наверное единственно не единственный еще с помощью томографа конечно можно получить какие-то визуализации психических процессов в том числе тоже вот основной прибор существующий сейчас насколько я понимаю это вот электроэнцефалограф когда который фиксирует церебральную электрическую активность вот импульсы которые возникают грубо говоря мозги вот мы провели пока одну сессию в институте она длилась 40 минут вот здесь показана комната пространство внутри которого куда помещается испытуемый на голову надевается такая шапка классическая с электродами потом есть схема как вам отдел мозг какой электрод подключен это звукоизолируемая и мы делали 10 минут с открытыми глазами просто я сидела потом 10 минут закрытыми глазами просто потом 30 минут закрытые глаза психотехника потом открытые глаза потом опять закрытые глаза или закрытые глаза потом открытые глаза не помог сначала мы делали что открытые глаза потом опять закрытые глаза без психотехники вот и получили данные которые еще в общем-то до конца не расшифрованы потому что там очень много разных визуализации этого процесса вот есть допустим визуализации в виде графика который похож на кардиограмму внизу мы ее видим есть вот такая визуализация которая черепную коробку напоминает и мы можем увидеть какие отделы мозга в каких отделах мозга например возникает какая частота вообще визуализация это как раз вот и есть визуализация психических процессов очень конечно интересно как это в современной науке тоже как все это графически даже выглядит вот даже вот это у меня момент тоже интересует и какой-то из аспектов этого проекта это вот такое ну непосредственно даже можно сказать рисование вот без рисования друзья также воспринимаю и вот эти формы которые конечно автоматически визуализированы с помощью программы и мое участие тут в формировании вообще самой картинки минимальное и такое схематичное вот но тем не менее тоже я это воспринимаю как некий такой вот художественный процесс но это не основная концепция этого проекта вот значит что какие были выявлены уже предварительно какие данные удалось получить что во время вот этой психотехники которую я занималась в течение 30 минут был повышен гамма-ритм гамма-ритм за такой самый самый самая высокая частота среди всех ритмов и она возникает при высокой концентрации внимания обычно его интерпретируют как ритм возникающий наоборот процессе очень сосредоточенного мышления то есть мы получили тут обратную картину в принципе моя техника она строится на том что процесс мышления отключается подавляется и вот его нет но концентрации сама внимание видимо на внимание концентрации на концентрации она привела к тому что вот получился усиленный гамма-ритм это закрытыми глазами тоже в общем если вы просто ну если просто ничего вот те визуализации которые мы получили когда у меня были просто закрытые глаза до без применения психотехники если просто для человек который закроет глаза и и как-то измерить его состояние социализируется то получится что в общем гамма-ритм не будет вот высоким и высоким будет альфа-ритм он возникает абсолютно у всех людей при закрытых глазах когда человек закрывает глаза в состоянии вот этой практике альфа-ритм подавляется относительно того когда у меня были глаза просто закрыты вот еще разные это это не все способы визуализации здесь я как-то их тоже пока не воспроизвела остальные там есть корреляция каналов потому что записано было 36 по моему каналов да вот в данный момент и в различных состояниях тоже между ними идет разная корреляция потом есть какие-то такие как параболы какие-то графики тоже которые показывают частоту колебания амплитуду вот как то тоже хочу их использовать может быть даже как вот такие вот графические работы отчасти в проекте вот ну как я сказала мы только начали работу над этим проектом поэтому пока еще не сформулирована концепция нет даже какой-то концепции эксперимента вот его дизайна потому что вот мне необходимо больше информации получить чтобы уже как-то с уверенностью сформировать этот проект концепцию и у меня есть некоторые предположения и какие-то даже фантазии я надеюсь что они будут подкреплены актами вот новой информации наверное тогда уже буду про них рассказывать уверенно вот а сейчас что еще можно сказать по поводу этого проекта ну что да мне опять-таки днем меня интересует визуализация психических процессов и опять-таки вот эта история когда внешне ну внутренне вернее накладывает отпечаток на внешне воспринимаемое вот надеюсь найти еще некоторые вот такие вот даже можно сказать графические доказательства этой истории и возможно исследовать еще коммуникацию во время практики и возможность передачи даже каким-то образом одним человеком в общем какое-то состояние определенного другому возможно как-то вот с помощью и визуализация этих процессов с помощью энцефалографа или каких-то определенных нейроинтерфейсов и вообще технологий пожалуй все наверное что-то забыла поэтому может быть вопросы вот еще как-то расширит придадут объем моему рассказу на самом деле мне кажется очень сложно так быстро сформулировать вопросы по поводу таких сложно проработанных незнакомых миров с ними у них нужно как-то поглубже видимо иметь время поглубже погрузиться поэтому может быть пока наши гости об этом размышляют мне бы хотелось много расспросить о самом твоем сотрудничестве с лабораториями вот я так понимаю не только последний проект над которым сейчас работаешь с новой предыдущей были связаны с остановкой процесса мышления и я просто помню как мы размышляли куда же лучше было бы пойти где попробовать поискать хотя бы приблизительные ответы или получить какой-то вектор в котором можно было бы двигаться и у нас возникла идея что здесь может быть полезен разговор с Алексеем Хараузовым руководителем группы сенсорных систем приматов так как они изучают дефолтную систему мозга и вот не могла бы ты сейчас нам как-то немного объяснить почему это не то же самое как происходило общение с Алексеем мне кажется это не то же самое потому что это обратно противоположное вот такой краткий ответ да на самом деле с Алексеем мы не совсем обсуждали вот этот вот момент дефолтной системы там проявилось проявился у нас общий интерес к рефлексу например когда вот что такое рефлекс да это же тоже необдуманное но что он представляет какие за этим за этим стоят механизмы то есть когда проявляется какое-то рефлексивное поведение оно возникает без осмыслений то есть что такое мыслительный процесс это еще и конечно по моему мнению такой способ восприятия то есть мы интерпретируем мир с помощью процесса мышления то есть это возможно язык и мышление нам нужно не только для коммуникации но еще вот как побочный эффект от коммуникации мы теперь начали воспринимать мир с помощью осмысления например есть такие тоже моменты когда мир воспринимается без осмысления тоже напрямую рефлексы вот они где-то тоже в этой области наверное находятся как ни странно вот мы в основном об этом говорили а про дефолтную систему не шла речь но насколько я понимаю дефолтная система в ней как раз не задействована она это описывает механизмы какие-то вот это вот концепция дефолтной системы где как раз не задействована внимание то есть практику которую я исследую там просто внимание оно очень сфокусировано вот вот в этом отличие то есть именно ты очень внимательный мне кажется вот вот это концепция дефолтной системы там как раз расфокусировка идет внимание там как раз в этом нет внимания а здесь наоборот внимание внимание еще раз внимание вот наблюдение наблюдение и наблюдение вот либо просто Ольга напомни мне вот как выглядит вот концепция дефолтной системы еще раз тогда может быть я сейчас не уверена что я правильно даже в общем эту историю представляю мне кажется там как раз вот эти это когда внимание расфокусировано и поэтому ну как это сказать насколько я понимаю это как-то внимание не задействовать мы заняты ничем делаем ничего мы не имеем задачи но там на самом деле как бы есть там еще такая история что тоже есть такой некий объем что ли внимание и вот когда есть как бы на самом деле мы говорили тоже с Алексеем об этом сейчас и он мне объяснил еще эту теорию как то что есть вот некий объем как мы знаем что энергия не исчезает бесследно и даже когда нет некой что во-первых внимание оно всегда автоматически может тоже как бы регулироваться что чтобы не было нагрузок на какие-то гипернагрузки вот каким-то образом мозг на какие-то определенные отделы мозга головного да 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 там присутствует этот момент мозг как-то автоматически может может вообще потерять ну чтобы сбросить пар как говорится вот он даже может как-то откуда-то концентрацию в общем что за кое убрать как будто бы и так далее ну в общем это совсем мне кажется не одно и то же вот просто я работаю даже ну с процессом мышления как как такая груша что ли а основное кто по этой груши ударяет это внимание вот то есть в основном это работа просто с ресурсом внимания чтобы это внимание самопроизвольно не переключалось чтобы полностью держать его под контролем полностью оперировать этим вниманием тогда в какой-то момент возникают вот интересные эффекты вот если как-то ну когда слушаешь твой рассказ о такой последовательности проектов становится понятно что речь всегда идет о разработке некой следующей психотехники и у меня возник такой вопрос когда ты разрабатываешь эти психотехники ты то есть сначала у тебя есть таким вложенным цельным пакетом понимания о том что это должна быть за психотехника а потом ты собираешь артефакты необходимые для этого ну артефакты в кавычках в том числе там некие научные точки отправные или наоборот у тебя есть некий набор смысловых артефактов и на основании этого ты простраиваешь эту возможную психотехнику ну даже не совсем честно говоря метод мной представим если сказать так как он выглядит наверное не второе как клубок обычно проект сматывается я не знаю или разматывается собирается есть какие-то отправные точки и потом уже в процессе работы все собирается скажем так это может быть даже самой психотехники даже наступить какой-то определенный момент который вдруг как бы все собирает весь проект что ли непонятно наверное выразилась так но наверное все из каких-то не совсем даже до конца связанных пунктов я не знаю опорных в процессе работы идет сборка скажем так этого проекта то есть нет изначально как ну не то чтобы нет изначальной концепции она есть но она не детально проработана а детали тоже становятся очень важны то есть они все это раскрывают очень какие-то простые формулы и делают более ясными вот и вообще хочу сказать что это все одна психотехника но просто она у меня во времени развивается и то же время идет и как бы каждое как бы ее дальнейшее продолжение в моей практике оно отражается в новом проекте вот так наверное это в принципе одна и та же техника она меняется только во времени какие-то ее этапы вот так наверное Дарья Дарья здравствуйте вопрос тоже хочу задать да во-первых спасибо за вот весь этот рассказ очень интересный и вдохновляющий я бы сказала вот все ваши проекты я собственно ну я периодически их видела в социальных сетях но это все какие-то осколки и вот цельная картина у меня собралась вот только сейчас это действительно очень вдохновляет по поводу вот текущего проекта с институтом у меня такой вопрос вы все-таки представляете в какую сторону он дальше будет развиваться приблизительно то есть вам наверное не очень интересно чтобы это было научное исследование как бы да то есть вы преследуете свои цели ну почему мне было бы очень интересно но просто вы знаете что концепцию научного исследования его не так просто сформулировать и там базу для него найти и так далее нет конечно я бы очень хотела чтобы мои какие-то изыскания они даже на территории науки может быть имели какой-то смысл я бы была счастлива но не факт что просто вообще это получится а так конечно бы это было бы очень интересно в принципе вот исследования которые уже до меня подобных ситуациях есть есть уже наработки какие-то у ученых вот Шелепина Юрия Евгеньевича он сталкивался уже с фиксацией и с исследованием подобных состояний моему значит это все опиралось на практику исихазма вы знаете это мистическое христианство да христианская традиция тоже постижение иного тоже молчание там правда практика происходит с открытыми глазами вот я надеюсь что мы еще тоже я с открытыми глазами тоже сделаем сессию в общем запишем энцефалограмму в процессе практики с открытыми глазами и я встречалась с Никитой Соловьевым человеком который был испытуемым вот с практикой исихазма с практикой исихазма с исихазкой практикой вот может быть не знаю может быть получится какая-то там линия у нас похожие показатели с ним тоже вот эти высокие гамма-ритмы не знаю насколько будет вот лаборатория тоже заинтересован в принципе хотя может быть тоже написать научную статью по результату исследований просто вот так вот как-то зачем ну вот пока у нас все только в самом начале я надеюсь будет продолжение если сойдется сложится какая-то концепция которая будет интересна научным сообществам я конечно буду просто очень счастлива но не уверена даже что это случится понимаете тут нужно ну как-то ну а сам шелепин то он хочет продолжать даже вроде бы да да ну то есть он он сказал как приходить к нам еще когда у вас будут деньги на исследование даже не шла речь о деньгах просто вот мы там обозначили какое-то время но я тоже так что я была занята немножко сторонними проектами я в общем тоже не совсем активно себя проявляла вот но мы обозначили что у вас будут еще встречи и как-то все это дело пойдет потому что он заинтересовался увидел какую-то схожесть вот с предыдущими исследованиями тоже для них конечно это такой я поняла факультатив да они занимаются другими вещами ну вот у них уже давно причем также Алексей Хараузов тоже участвует в этой истории они давно интересуются вот такими ну измененными состояниями такими психотехниками вот им в принципе это тоже интересно но они не публиковались да то есть их статей они публиковали есть статья если вам интересно сейчас вот я так извините я вот так вот значит вот они мне подарили книгу это такой сборник статей она на английском языке нейротехнологии вот она называется вот и значит сейчас где-то где-то сейчас попробую найти вот статья как раз которую написала Галина Моисеевна сотрудница этой лаборатории совместно с Никитой Соловьевым который физик по образованию и он он писал тоже книгу по этому поводу его книгу сейчас мы возможно тоже покажу если вам интересно так где-то вот еще как называется их статья сейчас потеряла сейчас сейчас вот нашла вот Соловьев они вместе написали причем сам испытуемый он тоже ну имеет отношение к науке насколько я понимаю и вот Галина Моисеенко нейрофизиология внутренней тишины нейрофизиология of inner silence вот есть такая статья это какой год это 2021 год ой прекрасно да вот и может быть вот будет какой-то тоже здесь здесь тоже рассматриваются разнообразные вот корреляции ритмов и так далее какие-то я на английском еще не до конца ее прочитала пересказывать вам не буду пытаюсь как-то вообще с этой книги разобраться она вообще очень для проекта мега полезная очень интересная мне кажется как только я вот тут не только эта статья это 23 статья в этой книге их Галина и Соловьева так что в принципе уже у них даже и есть статья на эту тему и интересно то что видите я вот второй человек они у них еще были какие-то испытуемые но они были что ли несовместимые с опытом Соловьева а я вроде бы насколько я поняла вот у нас получился похожий слепок в нашем состоянии похожий результат да так что посмотрим если это получится что-то это будет конечно удивительно здорово вот да да ну да тут много может быть разных исходов из этой истории она такая прямо прямо такая она прямо как дерево может быть ветвиться очень интересно а почему все-таки ну то есть у вас практика вы все-таки практикуете внимание да то есть такое сосредоточенное ну то есть заостановка мысли но в состоянии концентрации вот у вас да пока вы без состояния концентрации их не остановите если вы будете в сознании да да а когда они пишут ну делаю статью по поводу вот этой внутренней тишины они это же самое имеют ввиду конечно да да здесь просто проблема в том что ну скажем человек может считать да что он практикует остановку сознания вот а скажем по картине электроэнцефалографической картине может оказаться что совсем другое что на самом деле он не остановил вот что у него совершенно другой процесс и вот как происходит то есть нужно же какая-то сравнитель сравнение данных то есть нельзя же делать какие-то заключения скажем на двух картинах электроэнцефалографических картинок скажем ваших и там еще одного испытуема ну тут видите вот посмотрим как все это будет развиваться как ну то я же должна быть как понимаете нет дело в том что вот эти внутренние как сказать вот визуализация да вот энцефалограмма скажем она вот сама по себе а то как мы интерпретируем это вербально как мы концептуально внутреннее свое состояние вот я например его интерпретирую это конечно все важно да соединяется энцефалограммой но оно как бы немножко само по себе вот просто идет вот мы сделали только одну сессию с энцефалографом вот когда будет несколько уже можно там будет больше о чем-то говорить но конкретно тут не по мере тут очень это даже такой инструмент пока технология она не настолько развита что можно было там сказать о каком-то остановке мышления не конечно нет все это там интерпретация интерпретация все очень подвижно тут конечно вот напрямую так чтобы можно было измерить каким-то прибором там остановку мышления такого просто это невозможно ни при каких обстоятельствах мне кажется да хорошо да спасибо большое очень интересно было спасибо пожалуйста спасибо вам за вопрос да спасибо за то что за ваше внимание большое спасибо что вы сегодня со мной с нами может быть еще у кого-то созрели вопрос марина олег ну даже спасибо огромное на самом деле очень увлекательный рассказ и есть на чем подумать и хорошо что мы в какой-то вот именно последовательности услышали как развивается эта история это очень важно спасибо вам за внимание спасибо за то что у меня появилась эта возможность работы с биостанцией я у меня очень большие надежды на наше сотрудничество вот и в ближайшее время вот собираюсь очень плотно заняться этим проектом надеюсь что что-то у нас интересное получится мы тоже очень надеемся и будем рады что если если увидев что-то прекрасное и в принципе любой в любом случае сам процесс дико увлекатель сейчас и будем рады если ты будешь держать нас в курсе обязательно стараться во всем помочь чем сможем спасибо спасибо вам до свидания до встречи пока спасибо всем да спасибо тоже всем слушателям большое до новых встреч до свидания спасибо огромное до свидания спасибо Спасибо.